Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Брайчева. И сразу озвучу тему, которую мы обсуждаем в программе сегодня. Так ли страшна перепланировка темы программы? И обсуждать эту тему мы будем сегодня вместе с Ильей Смагиным, начальником инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Северному административному округу города Москвы. Илья, день добрый. Здравствуйте, Анастасия. Или утро. Я, видимо, еще не определилась, что еще утро или день. Я надеюсь, что, наверное, может быть, у кого-то это было хорошее утро, и вот для того, чтобы эту хорошую линию продолжить, я бы хотела вас попросить или я рассказать о тех изменениях перепланировки. У нас не так давно на Финам.фм, в «Формуле права» была программа, тоже посвященная перепланировке. И, тем не менее, с тех пор произошли уже изменения определенные, которые некоторым людям дают возможность сейчас легализовать наконец то, что они не могли сделать раньше. Вот в каких ситуациях это возможно, кого это касается, я, естественно, спрашиваю про предоставление свидетельства о регистрации права на жилые помещения. Ну да, такое основное изменение в постановлениях правительства произошло как раз в конце декабря, перед Новым годом, 26-12 месяца. Здесь произошли существенные изменения в подаче документов для согласования. Была существенно обращена такая форма, как свидетельство о собственности. В данном случае, если это дом новостройка, у собственников отсутствует на данный момент право собственности как документ, им дали возможность предоставить в Можженную инспекцию для согласования следующий вид документов. Это копия договора о дальнейшем участии в строительстве. По 214-му именно ФЗ, да? Да, да, да. Если была уступка прав, значит договор уступки прав. Вот, копия акта приемки передачи недвижимого имущества от застройщика, собственнику. Вот, также справка о выполнении финансовых условий. Вот, и копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Госкомиссии. То есть вот эту копию разрешения необходимо получить непосредственно у застройщика, видимо, да? А кто ее должен заверить, чтобы принести в целях перепланировки регистрации? Она заверяется собственникам и застройщикам, которые передают эти документы собственнику при передаче объекта. Там это все стандартный пакет документов, которые практически у всех есть. Вот у нас достаточно часто случались раньше, по крайней мере, ситуации. По 214-му уменьшилось их количество, но бывает все, и по 214-му тоже, когда люди вообще вынуждены были признавать свое право собственности на купленную квартиру, в которой они могли уже несколько лет жить после того, как провели ремонт, да, по решению суда. И вот получалась такая история. Люди выходили на ремонт, не обладая зарегистрированным правом собственности, но очень часто квартиры приобретают, люди нуждаются в ней для проживания. Они не могут ждать год, два, три, пока произойдут некие, скажем так, бюрократические формальности, назовем их таким образом, и в конце концов они смогут получить уже документы о регистрации права собственности. Дом построен, дом функционирует, они по промежуточному вот такому акту выходят на ремонт, но при этом они не могли никоим образом оформить своей перепланировки, если они делали перепланировки при первичном ремонте, либо если это квартиры вообще со свободной, так, относительно свободной планировкой, и они, наоборот, воздвигают даже, не ломают, а воздвигают какие-то стены и делают свою планировку, тоже не могли это никак зарегистрировать. Фактически они не по своей воле, не потому что они нарушители, не хотели этим заниматься, а просто не по своей воле, не имели возможности, а не регистрировали те перепланировки, которые не совершали. Правильно я понимаю, Илья, что сейчас это не проблема? Сейчас, на самом деле, да, это не проблема. У вас, наверное, вал таких людей, нет? На данный момент пока вала нет, поскольку действует это нововведение не так давно. И, так скажем, в зиму практически ремонта никто не делает. Все начинают это по весне, чтобы к новому учебному году с детьми въехать в новостройки. Соответственно, ждем, ждем все в ожидании того, что действительно люди будут обращаться. Поскольку это действительно очень необходимое нововведение в связи с тем, что, так скажем, люди могут все это сделать на законных основаниях. Раньше они были нарушителями поневоле, по сути, не желая даже того. Мы сейчас не говорим о людях, которые сделали перепланировку, неважно, в новостройке или уже в старом доме, где угодно. Но просто не хотели по своей какой-то причине, не хотели ее регистрировать. Это уже один вопрос. А другой момент, когда человек хотел бы, но не может физически этого сделать, потому что у него по ряду объективных причин нет комплекта документов. Нашим слушателям я хочу напомнить телефон студии 6510996, код Москвы 495. Можно позвонить, задать нам ваш вопрос, связанный с перепланировкой, поделиться мнением, рассказать какую-то историю. Также все это можно сделать на сайте finam.fm, на страничке программы «Формула права». Пишите и звоните. Ну а мы с Ильей Смагиным продолжаем обсуждать по поводу перепланировки. Илья, вот скажите, по вашей практике, вообще в принципе сейчас человеку самостоятельно зарегистрировать перепланировку, законить, как мы привыкли говорить, перепланировку. Если там не совершено, сейчас оговорюсь, никаких вещей, которые в принципе не допустим, мы о них чуть позже поговорим. Это сложно? Вот бытует такое мнение, что перепланировку зарегистрировать, это ужас, как сложно, лучше ее вообще не регистрировать. Это сложно, дорого, и вообще лучше не соваться, и много времени можно потратить. Вот расскажите нам. Ну я считаю, что такую информацию как раз подают те люди, которые занимаются этим согласованием. То есть заплатите нам, и мы вам все сделаем. Да, дабы не допустить обыкновенных жителей в Можжелинспекцию для того, чтобы они могли это сами сделать. Вот, ничего сложного здесь нету. Но для этого нужны необходимый пакет документов, это самый простейший, там, свидетельство о собственности, либо вот, о чем мы ранее говорили, от застройщика пакет документов, который передается при покупке квартиры при долевом участии. Вот, свидетельство, технический паспорт на помещение, вот, там, копию паспорта, техническое заключение или проект. Но это все в зависимости от того, какая перепланировка происходит в квартире и что люди делают. А давайте тогда вот на этом остановимся. Что можно сделать, какие виды перепланировок, просто принеся план и ручкой на нем изобразив от себя, кто как может, что вы хотите сделать. Да, здесь перегородочку убрать, здесь что-то поставить. Я не знаю, вот, простейшие действия, которые не требуют никаких проектов. Что это? Ну, очень распространено сейчас в квартирах со свободной планировкой, как правило, там стены вообще отсутствуют. Но, как правило, это нанесение именно ненесущих перегородок. Единственное, я хотел бы остановиться конкретно вот на том, что нельзя делать. Потому что больше, так скажем, это более важно. Это затрагивать несущие перегородки. Вот, нельзя располагать санузел над и под кухней, также над жилым помещением. Вот, делать подогрев пола в санузлах и на кухнях, запитывать их от общедомовых систем отопления. Ну, то есть водяные, так называемые, полы нельзя делать. Да, нельзя делать, конечно. Вот, и расширять газифицированные помещения за счет жилых комнат. Вот. А за счет коридора? Можно, без проблем. Без проблем можно. Вот, естественно, нужно техническое заключение, проект. Вот, но это допустимо, вот, просто случаев, связанных с газом, со взрывами, сейчас на слуху, и вот в Нижнем Новгороде были такие случаи, и в Москве были случаи, в северо-восточном округе. Вот, независимо от того, бытовой газ это или какие-то газовые баллоны, но, тем не менее, их все равно располагают в жилых, ну, на кухнях. Вот, если объединить с жилым помещением, возможно, разрушение, которое, ну, просто недопустимо, это вещи такие делать. То есть, в любом случае, первое, что человеку необходимо, когда он, в принципе, еще думает над тем, чтобы сделать у себя ремонт, и у него есть мысль о том, чтобы, возможно, перепланировать, да? То есть, первое, что нужно знать, и в любом случае посмотреть, на сайте, скажите, Можил инспекции, да, везде можно посмотреть? Можил инспекции, мжи.моз.ру, вот, там есть полная информация о всех инспекциях наших окружных, вот, туда вы можете прийти с 8 утра до 9 вечера, перерывы у нас там в разных инспекциях плавают от 12 до 2, но это не больше, чем 45 минут, вот, всегда вас люди, наши инспектора, сотрудники службы одного окна проконсультируют, объяснят. Вам необходимо только иметь для консультации, это поэтажный план, чтобы мы могли сделать нормальное, так скажем, заключение по вашему возможности перепланировки. То есть, грубо говоря, не выходя из дома, можно зайти на ваш сайт и, в принципе, посмотреть, что нельзя делать. Вы сейчас, Илья, это озвучили, ну, во-первых, располагать санузлы над жилыми комнатами и над кухней, во-вторых, увеличивать за счет жилых комнат нельзя помещения, которые являются газифицированными, делать теплые водяные полы, но это, я думаю, что это не полный перечень. Но, тем не менее, вот такие основные моменты нужно, первое, чтобы помнить, что вам вообще никто никогда не узаконит и не зарегистрирует. Это вот такого рода вещи. Это можно посмотреть на сайте. Если у вас нет возможности или желания, или вы хотите более, наоборот, подробно узнать, можно прийти, может, в инспекцию со своим поэтажным планом, объяснить или начертить, или принести два плана, как сегодня, и один, что я хочу, так называемый, да, ручкой, как умеете, подойти к инспектору, и инспектор обязан с человеком пообщаться, обязан ему свои разъяснения передоставить. Правильно, Илья? Однозначно. Илья, у нас есть слушатель, Алексей. Единственное, что у нас буквально от первой части программы у нас осталось 30 секунд. Я думаю, что мы выслушаем кратко вопрос, если Алексей справится задать вот так быстро. Алексей. Да, здравствуйте. Постараюсь справиться. Сказали, что нужен проект для того, чтобы согласовать документацию. Вот я же, как обычный человек, не могу его нагромадно сделать. То есть вы хотите узнать, Алексей, правильно ли я понимаю, где нужно делать проект, какие к нему требования, да, и вообще в каких ситуациях? Где нужно делать проект, правильно. Ну вот смотрите, этот вопрос мы обязательно обсудим, я думаю, что во второй части программы, потому что мы сейчас с Ильей Смагиным и вместе с нашими слушателями выслушаем новости и вернемся сразу после этого через 2 минуты в прямой эфир. Итак, мы продолжаем обсуждать тему «Так ли страшна перепланировка» эту тему мы обсуждаем с Ильей Смагиным, начальником инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Северному административному округу города Москвы. Для наших слушателей я напомню номер телефона, по которому вы можете позвонить, задать ваш вопрос, поделиться мнением, оставить ваш комментарий 6510996, код Москвы 495. И также вы можете написать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формулы права», и мы на эти вопросы все постараемся ответить. Говорим сегодня о перепланировке. И вот до новостей, Илья, был вопрос от нашего слушателя, когда нужен проект, я немножко расширю, так оформлю, когда нужен проект в принципе для того, чтобы узаконить перепланировку или произвести ее, и кто этот проект должен делать? Давайте остановимся на такой проблеме с проектами. Значит, в разрезе этого хотел бы напомнить, что как раз, когда вступило в действие наше 508-ое новое постановление, по которому мы работаем, там при инициативе МОЗЖИЛ инспекции, правительство Москвы поддержало нас в этой инициативе, вот, была введена такая услуга, как типовые проекты. Вот, на сайте mge.mos.ru можно ознакомиться с этими типовыми проектами, вот, они относятся к серийным домам, которые в Москве у нас нашли широчайшее применение, это дома типовых серий, производителем этих типовых серий является институт типового проектирования экспериментального, это МНИТЭП. Вот, можно ознакомиться с возможными видами перепланировок и за счет правительства. То есть, если у вас типовая квартира, вы, возможно, найдете тот проект, который уже для вас сделали, и не нужно больше никуда идти, никому платить, тратить время, деньги и так далее. Просто приходите в МОЗЖИЛ инспекцию, пишите заявление, указываете номер этого типового проекта, там у нас есть два каталога, каталог АП, который мы можем, вы можете вообще делать перепланировку без, так скажем, выдачи распоряжения в уведомительном характере, делать самим, а потом приходить, фиксировать это в территориальном БТИ, вот, приходите к нам уже фиксировать все это, заканивать. Постфактум, если по этому проекту сделано перепланировку. Институт при помощи правительства Москвы, оно будет являться финансовым гарантом заказа этих типовых проектов, вот, заказывайте у нас, получайте эти проекты на руки и уже приступайте к ремонту. А это, если человек берет себе вот такой типовой проект, это платно для него услуга или нет? Бесплатно. 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 Все услуги оплачивает правительство Москвы. А вот скажите, мы сейчас затронули вопрос каталог А, каталог Б, каталог А ничего не нужно заранее, никакого решения сделали перепланировку, пришли в уведомительном порядке, все зарегистрировали. И каталог Б это более сложная перепланировка, затрагивающая некий несущий конструктор. У нас просто сообщение с сайта есть, спрашивает Станислав. Моими родителями давно была произведена перепланировка. В многоэтажном доме в квартире вырезали часть вытяжной трубы, оставив немного для вытяжки из квартир ниже. Как мне быть с этой проблемой? Оштрафуют ли меня и родители? И как мне об этом заявить? Вот что могли бы ответить, Илья? Однозначно оштрафуют, если мы туда попадем. А вы туда попадете? Вопрос у меня на эту тему тоже будет для наших слушателей. Однозначно нужно восстанавливать, поскольку затрагивать общедомовые системы вентиляции, отопление категорически запрещено, потому что урезая вентиляционный короб, вы оставляете воздух себе вверх, но ниже стоящие этажи под вами. Просто будут отрезаны и вентиляция необходима на кухне или в санузлах. Даже если не полностью отрезана эта вентиляция, а именно уменьшена просто ширина? Уменьшена, поскольку вентиляция в наших квартирах начинается от потолка, а каналы-попутчики проходят в районе полутора метров именно в нашей квартире. То есть мы отсекаем именно ниже стоящие квартиры, демонтировав этот вентиляционный короб. То есть в такой ситуации, про которую нас Станислав спрашивает, невозможно никак зарегистрировать ни постфактум, ни с экспертизами, ни через суд. Это запрещенный вид перепланировки. И в данной ситуации с этой проблемой ничего сделать нельзя, кроме как восстановить, как было. И, соответственно, вопрос у меня тоже будет попутный, но все-таки я его не сейчас задам, потому что... А вот сейчас у нас, я смотрю, наверное, со связью как-то что-то произошло. Нет, звоночка был, звонок. Давайте тогда все-таки на эту тему поговорим, Илья. В каких ситуациях, раз уж спрашивает наш слушатель, в каких ситуациях инспекция может прийти в дом, в каких ситуациях человек должен пустить туда инспекцию или обязан это сделать, и, в принципе, какие полномочия связаны с перепланировкой. Потому что здесь есть как бы, ну, две, у этой палки два конца, да, как говорят. Потому что, с одной стороны, если человек снес себе что-то, он ставит под угрозу не только себя, это не только его лично, это многоквартирный дом, соответственно, у него есть соседи, и, возможно, он ставит под угрозу своих соседей. Но, с другой стороны, например, это его личная собственность, и он, в общем и целом, без каких-то специальных положений закона туда никого не пустит, а уж тем более, если человек знает, что он сделал какую-то перепланировку, которая, возможно, еще и не очень разрешена, и уж тем более не оформлена, скорее всего, он и не пустит. Вот что тут может быть, а что не может быть? Давайте остановимся на этом моменте. Как правило, что-то узнаем мы о незаконных перепланировках, либо о ремонте, который происходит с большим шумом, в основном от жителей, от соседей, когда вы наносите какие-то неудобства вашим соседям. К нам обращаются с письменным заявлением. Мы заказываем на данную квартиру из Росреестра сведения о собственнике, заказываем поэтажный план в Бюро технической инвентаризации и посылаем уведомления о доступе в квартиру для проверки соответствия поэтажному плану планировки, которая есть в этой квартире. Скажите сразу, Илья, вопрос. В этом уведомлении, что должно быть указано? Там должен быть указан конкретный день, когда вы придете? Естественно. Там указан конкретный день, конкретное время. Это не больше, чем 4 часа, но определенные промежутки. Когда собственнику этой квартиры необходимо быть в квартире для того, чтобы проверить соответствие этой планировки, либо проводимый ремонт тому, что было раньше. Дальше у нас два варианта. Есть первый вариант, когда собственник обеспечил доступ, второй, когда не обеспечил. Давайте самое простое. Когда он обеспечил доступ. Вы приходите и видите, что в квартире все в порядке, к примеру. Ну, скорее всего, раз уж он обеспечил, наверное, все в порядке. Хотя по-разному, наверное, бывают в вашей практике. Но неважно, что-то вы видите в этой квартире. Либо есть нарушение, либо нет нарушения. Какой-то акт составляется? Какой документ составляется? Естественно. При попадании в квартиру обязательно составляется акт проверки этой комиссионной, на которую попал инспектор в присутствии собственника. Описываются все мероприятия, которые там происходят. Вот. И далее мы уже отвечаем заявителю, который обратился с жалобой. Либо о том, что в квартире происходит работа, которая не требует согласования с мосженом инспекции, а носит уведомительный характер. Либо, если что-то нарушено, инспектор выписывает предписание, составляет протокол, привлекаем к административной ответственности нарушителей. А вот привлекли к административной ответственности. Но, тем не менее, вы как-то потом проверяете, а он предписание исполнил или нет? Естественно. В каждом предписании есть срок исполнения этого предписания. В зависимости от нарушения мы указываем различные сроки от одного месяца до четырех месяцев, как правило. И в это время человек должен либо узаконить то, что он сделал, либо привести в соответствие с поэтажным планом ТБТ. Если он теоретически не делает ничего совсем запрещенного, то у него есть шансы, несмотря на то, что вы его вроде как поймали за руку, но у него есть шансы все равно выйти на легальный способ проведения ремонта далее в том же русле, если такая возможность существует, нет запрета. Если нет запрета, конечно, мы просто просим прийти в инспекцию, обратиться с заявлением, чтобы узаконить то, что было сделано. А вот скажите, пожалуйста, страшно прийти в инспекцию? Это не страшно, конечно, не страшно. То есть, мне интересует следующий еще вопрос. Вот, а вы выписали предписание, уже есть административная функция инспекции, да? Это в той ситуации, когда человек пустил, но иногда рабочие пускают, то есть что-то происходит, да, и представители инспекции проходят внутрь. А, соответственно, человек уже что-то нарушил. Вот мне важно понимать и для наших слушателей тоже донести, что даже в случае, если такое нарушение есть, с инспекцией можно или, наоборот, скажите мне, что опасно или не опасно. Хотя я понимаю, что вы представитель инспекции, но я хочу понимать, а можно ли и нужно ли общаться с инспекцией или проще закрыться, больше никогда никого никуда не пускать? Естественно, естественно. Ну, нужно общаться, поскольку должно быть понимание у всех граждан, что мы стоим в первую очередь на безопасности комфортного проживания наших граждан города Москвы. Вот, именно комфортное и безопасное проживание. Вот, а безопасность вся в наших руках. Нельзя делать то, что не нужно. Давайте еще кратенько второй вариант рассмотрим. У нас вот Максим вернулся на линию, ожидает выхода в эфир, но второй вариант мне тоже все-таки очень интересен. Вы направили уведомление о необходимости обеспечить вам доступ, указали конкретный временной промежуток в конкретный день, но человек вам не обеспечил этот доступ. По той или иной причине вам дверь никто не открыл. Что может сделать потом инспекция? Мы, значит, через некоторое время направляем повторные уведомления о доступе в квартиру, после чего уже выходим в судебные инстанции для понуждения доступа в квартиру в судебном порядке. И там дальше вступает в действие, так скажем, наши новые инновации. Это то, что предложила Можжелая инспекция. У нас есть сейчас долгосрочный договор со службой судебных приставов. Мы обращаемся, так скажем, с просьбой, чтобы нерадивых людей, которые либо не пускают для доступа в квартиру для проверки, либо не исполняют предписание. А скажите, замок сломают в итоге с приставами? Нет, конечно, наверное, не сломают. Просто у меня такого в практике не было, но тем не менее. Однако шутить с этим я бы не рекомендовал, поскольку, если что-то очень серьезное в квартире сделано, то возможны и продажи квартир с торгов. То есть это, если будет нарушена серьезная безопасность здания. А еще у меня такой вопрос. Скажите, когда вам сосед, например, позвонил и сказал, у меня там что-то вообще всю квартиру, весь дом рушит соседи. Сделал вам такое сообщение, заявление написал. Вы затребовали нужные документы по этажный план и собственника. Написали уведомление, вас пустили в это жилье, вы увидели, что там ничего нет запрещенного. Каким-то образом, помимо ответа этому заявителю, к нему, ну, такая аналогия, за заведомо ложный донос, грубо говоря, какая-то ответственность применяется за то, что он занял большое количество, например, вашего времени? Нет, конечно. Не применяется. Неизвестно, он это сделал, потому что хотел насолить или действительно беспокоиться? Узнать можно только тогда, когда ты проверишь и увидишь собственными глазами, что действительно ничего страшного не происходит. Вот люди делают демонтаж перегородки там в санузле, либо ненесущие перегородки какие-то. Скажите, Илья, скажите, а заявителю вы ставите в известность, когда вы будете выходить на квартиру? Заявителю? Ну, того соседа, который написал эту бумагу. Ну, как правило, мы им информационное письмо обязательно посылаем. То есть вы отправляете им информационное письмо, но при этом у них нет никаких прав тоже вместе с вами походить в квартиру, участвовать? Участвовать в проверке нет, потому что собственник может отказать в доступе. Давайте выслушаем вопрос Максиму. Максим, день добрый, у нас минуточка до выпуска новостей. Мы хотим вас послушать ваш вопрос и ответить уже после новостей. Слушаем вас. Здравствуйте. У меня, значит, планируется как бы ремонт. Значит, возможно, это будет и другим слушателям интересно, потому что квартира достаточно типовая, двухкомнатная в девятиэтажном доме. Значит, планировалось мной снести шкафы в прихожей, встроенные шкафы, и сделать их как бы новыми на тех же местах. Перенести немножко дверь в комнате, убрать дверь на кухню. И вот я не знаю, можно ли это или нельзя делать, во время, ну, в смысле, не в капитальной стене, а в перегородке между комнатной и кухней, сделать дверь непосредственно из комнаты на кухню. И немного, могу ли я сдвинуть систему между кухней и ванной в счет увеличения кухни? Ох, Максим, я буквально кратко перебью вас, оставайтесь на линии, мы сейчас выслушаем новости, вернемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему «Так ли страшна перепланировка?». У меня в гостях Илья Смагин, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Северному административному округу города Москвы. Напомню нашим слушателям телефон студии 6510996, код Москвы495. Вы можете позвонить, задать ваш вопрос, поделиться мнением, комментарием, и можете также все это оставить на сайте финам.фм, на страничке программы «Формула права». Вот у нас до новостей, нам позвонил Максим и задал вопрос, но единственное, я знаю, что Максим еще на линии, я вот, наверное, Илье проще, потому что это его непосредственно предмет трудовой деятельности и работа. Мне было достаточно сложно то, что я успела записать. Встроенные шкафы хочет снести и заново сделать уже обычными, видимо, шкафами слушатели. Хочет перенести дверь, убрать дверь на кухню. В перегородке хочет сделать, не в несущей, а в перегородке хочет сделать дверь из кухни и комнатой. Но, собственно говоря, вот от себя единственное, сразу могу сказать, я хочу нашим слушателям всем напомнить, что то, что сказал сегодня Илья уже в программе, что вы всегда можете взять ваш план, сделать два экземпляра. Один, который сегодня у вас есть, а на втором почеркать ручкой все, что вы хотите, чтобы только это понятно было. Потому что, мне кажется, что Илья, рассмотрю, мне кажется, что ему сложно будет оценить без плана вот этот вот список, который хочет наш слушатель сделать. Но, тем не менее, Илья, что скажешь? Я все-таки постараюсь помочь Максиму в той или иной мере. Ну, все, что вы сказали, если у вас перегородки в вашем типовом жилье ненесущие, все это можно сделать. Вот, остановлюсь только на двух моментах. Если у вас кухня газифицированная, и вы хотите сделать дверь в ненесущей перегородке с жилой комнатой, там придется поставить плотно закрывающуюся дверь. Все равно придется поставить. И при расширении кухни за счет территории санузла вам придется сделать и проект, и техническое заключение на устройство новой гидроизоляции в вашем санузле, которое по габаритам уменьшится и произойдет изменение. Все то, что нас спрашивал Максим, все это сделать теоретически можно, надо, конечно, предмет смотреть, но понадобится проект. И очень несложно. И очень несложно. Максим, спасибо вам большое за звонок. А у нас есть еще вопрос, я смотрю, на сайте. Итак, спрашивает Константин. Добрый день. Известно, что санузел нельзя располагать над или под кухней, или жилым помещением. А наоборот. Что значит наоборот? Это уже мой комментарий. Если кухня расширяется и попадает над санузлом соседей сверху или снизу, какое перекрытие допускается или не допускается? Кухня наезжает частично полметра. Кажется, я читаю просто, сразу вижу и тут же читаю, заранее не читала. Кажется, сейчас по телефону тот же самый вопрос, вот как Константин решила задавали. Но мне кажется, не тот же самый вопрос. Вот я вопрос представила следующим образом. У нас есть один этаж, на котором все существует, как изначально было. Есть, соответственно, санузлы у них, у соседей снизу. И есть человек, который делал сверху ремонт, и его кухня расширилась так, что стала частично находиться на полметра над санузлами соседей. Не соседи сделали перепланировку? Здесь он ухудшает только себе условия проживания. Мы просим просто его согласия на то, что он должен поставить будущих собственников в известность о том, что условия проживания ухудшены именно с расширением кухни. А скажите, пожалуйста, тогда у меня встречный вопрос. А если, допустим, сосед хочет перенести так свои санузлы, что тоже часть санузла будет на чьей-то кухне находиться? Похожая ситуация. А вот это уже запрещено. То есть нельзя прийти к соседу снизу и сказать, ты возражаешь? Нет. Давай тогда вот такой же согласен. На такой мы не пойдем. Однозначно. То есть в обратную сторону нельзя. И согласен на такую перепланировку. Интересный вопрос Константин задал. То есть если человек ухудшает свое личное положение, не те соседи, у которых санузел, а те соседи, тот человек, у которого кухня та самая, то в этой ситуации вы потребуете просто некое согласие от него, что он об этом предупредит и поставит в известность будущих приобретателей квартиры. И в принципе это можно сделать. Совершенно верно. Еще один вопрос задает Станислав. И мне кажется, что это продолжение вопроса, потому что звучит следующим образом. Проблема отцов и детей. Что делать, если грубое нарушение планировки досталось наследству? И наследник ничего о нарушении не знал. Или квартира получена в дар. Или куплена уже с нарушениями, и новый владелец производит экспертизу и находит эти нарушения. Кто несет ответственность за эти нарушения в этих случаях? Ну вот единственное, что отвечая на вопрос Станислава, я бы поделила наследство от сделок в данной ситуации. Ну вот как бы вы ответили, Илья? Ну, в принципе, будет все равно нести ответственность тот человек. Тот, кто собственник сегодня. Да, кто собственник на данный момент. И здесь придется обращаться, придется согласовывать. Но как раз Станислав, если я не ошибаюсь, Станислав задавал вопрос про тот самый вентиляционный короб, который частично был снят, и вы уже пояснили, что невозможно никак это узаконить, только восстановить. В любом случае, я правильно понимаю, Илья, что у нас собственник, который сегодня существует, неважно, наследство досталось или по сделке какой-то собственник, который существует сегодня, он отвечает за вот эти перепланировки, которые, возможно, недопустимы. Я просто от себя хотела бы добавить следующее. Почему я предложила поделить вопрос с одной стороны наследников, и с другой стороны сделок, когда человек получает по той или иной сделке право собственности. Потому что если человек получает в дар или покупает, в данной ситуации покупатель должен вообще-то осмотреть то, что он покупает. И увидеть либо перепланировку, потому что у всех людей, которые собираются продавать жилье или иной способ, иную сделку заключить, в том числе и дарение, посмотреть в данной ситуации на план, какой он есть, и посмотреть хотя бы внешне, не отходит ли существующая планировка от этого плана, я думаю, что не обязательно, в большинстве, на мой взгляд, случаев, Илья меня поправит, обладать специальными знаниями, для того чтобы оценить, была перепланировка или не была. То есть, ну, можно не увидеть, наверное, какие-нибудь водные теплые полы, потому что они зашиты в бетон, если ручек не видно или еще что-то, если о них не рассказали. Но само по себе перепланировка, я думаю, что увидеть можно, поэтому, когда человек приобретает жилье, он делает это осознанно, даже если она уже с перепланировкой, и она досталась перепланировкой. В противном случае, либо нужно это жилье приобретать по соответствующей цене, может быть, дешевле, допустим, либо брать на себя ответственность, если человек хочет это приобрести. Еще такой вопрос Илья задает нам Виталий. Спрашивает именно вас. Илья, козырек над отдельным входом, узаконенным входом. Как согласовать? Нужен ли проект? И кем проект заверен и должен быть подписан? Ну, здесь необходимо сделать также опять техническое заключение возможности устройства этого козырька, проект на козырек. И дальше нужно будет обратиться в территориальный отдел Московской архитектуры для согласования данного проекта в Московской архитектуре. И дальше подавать уже все документы в составе полного пакета, все, что необходимо в Московскую инспекцию для согласования. То есть разница заключается в том, что нужно еще, так как это затрагивает фасад, нужно еще с Московской архитектуры. Я напоминаю нашим слушателям телефон студии 651099,6, код Москвы 495. По этому телефону можно позвонить, задать ваш вопрос. В гостях у меня Илья Смагин, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Северному административному округу города Москвы. И можно также написать на сайт finam.fm, на страничку программы «Формула права». А у нас есть еще один звонок, Наталья, на линии. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Можно ли задать вопрос? Я извиняюсь, я не слушала всю полностью программу, но очень интересно, вот такой живой вопрос по перепланировкам. Скажите, пожалуйста, я проживаю на пятом этаже, надо мной есть чердачное помещение. Я не знаю точно, как его назвать, то ли это техэтаж, то ли чердачное помещение, там можно находиться в полный рост. Скажите, пожалуйста, могу ли я, как собственник верхнего этажа, присоединить себе это помещение? В свое время, я знаю, что разрешали это, потом запретили, а сейчас ситуация непонятная. Она понятная, Наталья. Честно скажу от себя, она понятная, Илья, что скажете? Ситуация очень понятная и прозрачная. Чердак над вами — это общедомовое имущество, которое на правах собственности принадлежит всем собственникам вашего дома. Там, как правило, находятся общедомовые системы холодного горячего водоснабжения, либо отопления. Также это пространство, обеспечивающее теплосной режим для функционирования вашей кровли над вашим домом. Соответственно, никакие перепланировки по этому чердаку невозможны. Соответственно, и присоединение его. Я хочу еще от себя прокомментировать, Наталья. Дело в том, что и получить право собственности на этот чердак, сейчас даже не говоря, как соединять туда лестницу везти или обустраивать там комнаты, а просто само по себе право собственности. Для того, чтобы получить, нужно согласие всех жителей дома. Был какой-то момент, когда подъездные подписи собирались или еще что-то. Нет. Всех жителей дома, потому что, как Илья сейчас сказал, абсолютно верно, это общее имущество, и для того, чтобы общее имущество получил один участник в свою единоличную собственность, для этого все должны быть согласны. Но даже уже на этой стадии практически, мне кажется, особенно если дом многоквартирный и большой, я думаю, что именно не жителей, а собственников. И мы не забываем, что если есть неприватизированные квартиры, то функции собственника у нас, насколько я помню, департамент выполняет жилищные политики. И это делает практически невозможным для вас получение такого согласия. Телефон студии 651099, 6, код Москвы 495. Не успеваем мы с вами в свободном, скажем так, полете, в полете, обсудить тему, потому что обсуждаем мы сегодня вопрос, так ли страшна перепланировка. У нас есть еще звонок, Светлана на линии. Светлана, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос вот на какой предмет. Я живу в пятиэтажке в хрущебе, в кирпичной, вот стандартной такой, самой старой. И у меня соседи внизу, вот на кухне, у нас идет вот эта вытяжка такая, ну она приточно-вытяжная, и вот у них над этой вытяжкой, вернее, эта вытяжка, она полностью в шкафу, то есть они ее закрыли шкафом, и когда они готовят весь там их аромат, и все идут ко мне на кухню, я обращалась много раз, чтобы они это, ну убрали шкаф, как-то передвинули. А вы обращались к ним именно? То есть лично к соседям обращались, да, Светлана? Да, 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 да. Я даже вызывала к себе вентиляционщиков. Они кинули там чего-то или посмотрели, то есть никакого засора нет. Вот, и сказали, что, скорее всего, если эта вентиляция закрыта, то вот у меня идут такие ароматы в квартире. То есть я могу их теперь только привлечь, насколько я поняла, только через суд и через приставы. Нет, через суд и через приставы. Давайте сделаем так. Светлана, спасибо вам большое за вопрос. Я просто хочу, Илья, попросить вас напомнить буквально в двух словах вот ту процедуру. Мне кажется, у нас слушательница, некоторую часть этой процедуры, она ее потеряла и решила, что она сама должна обратиться в суд. В данной ситуации мы говорим о том, что у нас слушательница в это может обратиться, если я правильно понимаю, в инспекцию, да, и тогда вот инспекция будет производить вот эти вот уже действия. Давайте еще раз кратко-кратко скажем. Ну, здесь вот в этой проблеме две стороны вопроса. Во-первых, это ограждающая конструкция вентиляционного короба и сама система вентиляции вот этого дома. Вот здесь, конечно, было бы лучше вам сначала обратиться в вашу управляющую организацию, которая бы провела полностью замеры воздухообмена в вашей квартире и, соответственно, во всем доме. И при наличии каких-либо проблем, вот, мы бы, так скажем, посоветовали управляющей организации обратиться в суд за понуждением, так скажем, нерадивого вашего соседа, вот, восстановить систему вентиляции, если она действительно находится в нерабочем состоянии. А вот скажите, пожалуйста, у меня даже самой, мне самой сейчас интересно, такая коллизия получается у нас. Вентиляционный, если я правильно поняла вопрос слушательницы, вентиляционный сам короб не демонтирован. Он существует у ее соседей снизу. Но выход этого, вот, самой вентиляции закрыт шкафом. Но шкаф настроен-то снаружи, это не перепланировка. То есть это, по идее, уже не относится к компетенции инспекции или как? Как здесь получается? Ну, здесь больше вопрос лежит в плоскости именно эксплуатации жилого фонда. То есть если не нарушена, не произведена, по сути, то, что мы называем перепланировкой. По сути, здесь может быть одна проблема. Если кухня газифицирована, эта вентиляция обязана быть, поскольку при газифицированных кухнях должен быть необходимый воздухообмен. Поэтому, так скажем, перекрывать, действительно, это очень серьезное нарушение. То есть в данной ситуации, вот нашей слушательнице, которая задала этот вопрос, нужно обращаться не в инспекцию, а нужно обращаться, самое главное, в свою управляющую компанию, в первую очередь. А если газифицированная кухня, то, возможно, имеет смысл обратиться еще в газовую службу. Да, возможно. Да, и при МОЗЖИЛ-инспекции тоже есть газовая инспекция, подразделение, которое занимается именно такими проблемами. То есть в МОЗЖИЛ-инспекцию не лишнее будет нашей слушательнице сходить? Нет, конечно. А у нас есть еще несколько звонков. Евгений на линии, но единственное, Евгения, за 30 секунд сможете задать вопрос, а мы ответим после новостей? У меня, у нас, мы живем на втором этаже, и у нас, получается, окна выходят на крышу супермаркета. Могу ли я? И они постоянно в супермаркете делают ремонт и поднимают эту крышу. И, получается, они уже до окна мне подняли эту крышу. Могу ли я сделать на крышу балкон? На их крыше? Их, ну и как, их крыша, да. Но они поднимают постоянно, и мне это загораживает, у меня боковое окно. Евгения, спасибо за вопрос. Мы ответим на него через 2 минуты, выслушаем новости, вернемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему «Так ли страшна перепланировка?» У меня в гостях Илья Смагин, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Северному административному округу города Москвы. Телефон студии, напоминаю нашим слушателям, 65 10 99 6, код Москва 495. Вы можете позвонить, задать ваш вопрос или комментарии, мнения высказать. Также можно все это сделать на сайте finam.fm на страничке программы «Формула права». У нас есть еще звонки. Вот Ольга на линии. Слушаем вас. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Мы делаем ремонт, то есть присоединяем квартиру к нашей соседней. И у нас получается, что со всеми нарушениями всевозможными будет ремонт. То есть у нас будет санузел находиться над кухней, и газовую трубу мы будем обрезать, и еще будут нарушения. И если наши соседи, допустим, которые снизу живут, не будут обращаться, и у них не будет никаких вопросов, к нам все будет функционировать нормально, то тогда что нам может грозить при этом? Хороший вопрос. На самом деле Ольга задает. Ольга, спасибо. Ну, первая мысль о том, что если вы об этом ничего никогда не узнаете, я думаю, что тут понятно. Если вдруг инспекция у нас ничего не узнает, но вы никогда не знаете, сегодня одни соседи снизу, завтра другие, может быть, им что-то не понравится, и кто-то рано или поздно куда-то что-то напишет. Хотя в первую очередь нужно помнить, что все-таки о безопасности речь идет, а не потому, что кому-то хочется что-то очень сильно запретить. Но тем не менее, вот я бы хотела, Илья, вас попросить, я в любом случае планировала в программе, скажите, пожалуйста, вот если человек произвел те нарушения при ремонте, при перепланировке, которые невозможно никак узаконить, потому что они запрещены, по ряду причин. Вообще газовую трубу, я, например, не стала бы без газовщиков свою газовую трубу как-то в своем доме лично трогать, но это уже как бы личный момент. Вот если человек что-то такое произвел, какие могут быть у этого последствия? Последствия могут быть, как я и говорил ранее, вплоть до продажи квартиры с торгов. За счет ваших средств будет восстановлена эта квартира, вам возвращены часть средств от продажи вашей квартиры, и дальше на остатки вы сможете приобрести то, что уже останется. А есть практика такая? Ну, слава богу, пока не было. То есть просто не было прецедентов, когда человек уже нужно было бы выселять? Пока не было, но здесь как бы хотелось сказать, что все-таки жители у нас достаточно сознательные, я думаю, что до такого доходить не должно. Давайте выслушаем, а, кстати, прежде чем выслушать еще звонки, у нас их масса, а времени осталось буквально 10 минут. Вопрос у меня, знаете, какой? Если это не приватизированная квартира, вот если приватизированная квартира, она в собственности находится, мы уже поняли, что может быть человек выселен, продан квартир с торгов, за счет полученных денежных средств, отремонтированных. Ну, все по решению суда. Ну, естественно. Обязательно только по решению суда. Ну, во-первых, выселение и лишение собственности, конечно, может быть только по решению суда. Но просто я имею в виду в качестве последствий, потому что это был как раз вопрос нашей слушательницы. Если это не приватизированное жилье, там какие последствия? Ну, здесь будет дорасторжение договора социального найма с департаментом жилищной политики. То есть фактически опять же могут выселить человек, если он таким образом нарушает условия договора социального найма. Есть у нас еще звонки. Александр, на линии слушаем вас. Александр. Добрый день. Я, к сожалению, тоже не слышал с начала вашей передачи. У меня вот такой вопрос. У меня однокомнатная квартира, и я поставил перегородку, стену с двумя отдельными входами. Ну, две двери. Получилось как маленькие две комнаты. Мне нужно на это какое-то разрешение. Спасибо. Ну, данный вид перепланировки носит уведомительный характер. Вам нужно просто вызвать вашу территориальную ТБТ для обмеров. Вот. И дальше, если эти перегородки не несущие, обратиться к нам и узаконить по упрощенной схеме. То есть это достаточно простой вид перепланировки? Да, в течение 10 дней мы все это узаконим. Марина, слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я... Предыдущие жильцы сделали перепланировку, я ее сейчас узаканиваю. Я сделала технический проект два, до и после перепланировки. Сейчас в архитектурном бюро мне дали добро на перепланировку, то есть постфактум. Мне нужно еще делать технический план. А почему в архитектурном бюро? Я не поняла, почему в архитектурном... Я подала документы на перепланировку. Вы в инспекцию? Вы говорите о жилом помещении, правильно? Да, да, да. Там передвинули буквально на 50 сантиметров двери, из коридора в комнату. Мне кажется, что-то надо уточнить. Вы спокойно могли обратиться и в МОЖИ, я думаю, без привлечения каких-то дополнительных архитектурных бюро. По-моему, это даже невозможно даже, да? Вот я в архитектурный отдел города подала документы, мне дали разрешение. То есть все планы я сделала, вернее, все проекты технические. И мне еще говорят, что нужно сделать технический план. Опять платно в БТИ. Ну, вы знаете, услуги в БТИ по-любому платные. Да. Они работают на финансовой основе. То есть нужен еще технический план, прежде чем подать. Вы знаете, я в вашем случае бы все-таки посоветовал вам обратиться именно в МОЖИ, в вашем округе, для полной консультации, дабы не тратить лишние деньги и не делать ненужных, скажем, действий. Я просто что еще вам хотела сказать? Для чего нужен технический план? Технический план изначально, вообще с 1 января 2013 года сейчас есть такое понятие, как технический план. Соответственно, здесь вопрос следующий. Если у вас будут какие-либо изменения в вашем свидетельстве о регистрации права, тогда вам этот технический план, по идее, должен и нужен. Если у вас таких изменений не будет, то у вас технического плана этого, возможно, не понадобится. Но все-таки я хотела поддержать Илью, ну, точнее, даже не поддержать, потому что Илья эксперт сегодня. И он в этом гораздо больше понимает. Вы сходите обязательно в инспекцию по надзору за переустройством помещений, тогда определитесь уже в зависимости от вида, что именно и почему вам понадобилась архитектура, нужна ли она вам или не нужна. Возможно, вы все сможете это сделать и без технического плана, потому что вам не нужно будет переоформлять уже имеющееся у вас свидетельство о регистрации права. Вот в чем дело. Вы же купили квартиру, правильно? У нас сорвался звонок. Ну, а я хотела бы для наших слушателей, во-первых, напомнить телефон. У нас есть еще 6 минут, в течение которого мы можем ответить на ваши вопросы. 65 10 99 и 6, код Москвы 495. И наш сайт finam.fm на страничке «Формула права». На страничке нашей программы можно тоже задать вопрос, прокомментировать или ваше мнение высказать. Вот у меня такой даже не вопрос к Илье, а скорее к нашим слушателям. Все-таки я хочу акцент поставить. То, что сегодня многократно Илья говорил, не бойтесь обращаться в жилинспекцию за консультацией. А у меня вопрос к вам. Вот если я, допустим, приду и захочу, как нам Ольга, слушательница такая, которая сказала, у нас у меня очень много нарушений, я делаю ремонт, у меня очень много нарушений. Можно ли таким же образом прийти в жилинспекцию? Или там сразу спросят ваш адрес, дом, номер, квартиру? Или можно прийти и просто задать вопрос? Ну, задать вопрос по-любому можно, конечно. Прийти, мы ответим на все вопросы. Единственное, опять же, желательно для, так скажем, полной консультации ответы на все вопросы приходить с поэтажным планом. Ну, я к тому говорю, что человек, в принципе, может прийти, пусть это будет поэтажный план, но без номера квартиры дома или чего-то еще, он может прийти и спросить. Ведь люди очень часто боятся идти в инспекцию, потому что, говорят, сейчас мы сами на себя придем и заявим. Функции ареста у нас в инспекции еще не введены. Ну, мы только что озвучили, что можно с торгов продать квартиру. В итоге это все еще ни разу не было, потому что все-таки заканчивалось более благополучно. И люди, видимо, восстанавливали, да, в нужном виде свои жилые помещения. Но сам факт, я спрашивала это к тому, что, ну, не страшно. Страшно или не страшно идти в межилые инспекции? Сейчас понимаю, что не страшно. Нет, конечно, не страшно. Можно прийти инкогнито, грубо говоря, не называть номер квартиры, о котором ты спрашиваешь, да? В принципе, да. У нас еще есть два звоночка. Попробуем один и на один или на два ответить. Валентина Матвеевна у нас на линии. Слушаем вас только кратенько. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я очень интересную информацию, нужную информацию услышала, что если газовая плита, то при такой вот перепланировке, которая у меня была, нужна плотная дверь. А плотная дверь никак тут не помещается. Как узнать определение плотной двери? Плотно закрывающаяся дверь. С нормальным притвором. Раздвижная, например, можно? Возможно. И такие варианты возможны. А, возможно это, да? Возможно, конечно. И второе. А где межилая инспекция центрального округа? Как найти? Вот спасибо, что вы... Центральная инспекция наша находится на проспекте Мира, дом 19. Это вообще центральная, всей Москвы, да? Да, это межилая инспекция центрального города Москвы. А, вот туда надо обращаться мне. Нет, обращаться вам лучше в территориальные подразделения, которые указаны на нашем сайте, mge.mos.ru. Попросите детей, родственников, чтобы вам показали, как попасть на этот сайт. Вот дальше узнать адрес территориального вашего... Я думаю, что в Шеке в ДЭЗе, в управляющей компании... В управлении есть. Спасибо. И можно еще... Самый важный вопрос, который я отодвинула на последний. Значит, вот сделана перепланировка, расширена, как там товарищ расширял кухню, а у нас расширен санузел за счет коридорчика вот этого. Но при расширении там, там многократные настилы, там толы, еще что-то, еще туда заливали. То есть часть коридорчика под соседями, у соседей, теперь над ними наш вот расширен немножко санузел, ну, ванная. На самом деле, это тоже не проблема. Вам необходимо просто будет обратиться в одну из проектных организаций, вот, для того, чтобы они сделали у вас техническое заключение о допустимости безопасности ранее выполненных работ. Сделали это заключение, и со всеми документами вы сдадите техническое заключение, узаконите ваше расширение санузла за счет территории коридора. Ну, здесь, возможно, положительный ответ. Естественно. Естественно. Потому что я так понимаю, что это... Нет, страшного ничего нет, нам просто необходимо подтверждение устройства гидроизоляции для возможных залитий ваших соседей снизу. И еще давайте попробуем, Илья. Рискнем и возьмем еще один звоночек. Всеволод, на линии. Всеволод, кратко, максимум две минуты у нас на весь ваш вопрос. У нас уже заканчивается. Да, добрый день, извините, я слушаю не сначала вашу передачу, очень интересно. Мне пришли такой довольно простой вопрос. Замена ванны, душевой кабины, демонтажом ванны, она предусматривает какое-то согласование в Молжил инспекции? И тот же самый вопрос про замену окон. Спасибо большое. Окна, если вы не меняете сам оконный проем, не требует никакого согласования. И также не требует согласования, а носит уведомительный характер замена ванны на душевую кабину и наоборот. Просто будет необходимо вызвать ваше ТБТИ, чтобы они зафиксировали это. И с пакетом документов быстренько все это узаконить, Молжил инспекция в течение 10 рабочих дней. А у меня от себя вопрос, Илья. Вот если человек взял, убрал ванну и поставил душевую кабину, или наоборот, убрал душевую кабину и поставил ванну, а это нужно вообще регистрировать? Ну, я понимаю, что по закону нужно. По закону в принципе нет, просто если в БТИ будет потом какие-то замеры, у вас появятся красные линии. При сделках это не помешает, но тем не менее. Ну, то есть если человек хочет узаконить, проблему в этом никакой не будет. Именно уведомительный характер. Именно уведомительный. Я напомню нашим слушателям, что обсуждали мы сегодня такую тему, и так ли страшна перепланировка. И, собственно говоря, не первый раз мы уже посвящаем перепланировке программу «Формула правой». И не первый раз, общаясь с нашими экспертами, в том числе с Ильей Смагиным, сегодня я и сама для себя делаю такие выводы. И надеюсь, что наши слушатели делают свои выводы. Возможно, мы с ними даже делаем выводы одинаковые. Что перепланировка, если она производится без каких-либо работ, которые категорически запрещены, и в целом не такой страшный зверь, как его молюют. Особенно, возможно, молюют те, кто хочет за определенную плату произвести определенные действия, которые, в принципе, люди, как правило, во многих случаях, могут произвести сами. Я хочу нашим слушателям напомнить то, что сегодня Илья многократно говорил. Мы делали на этом акцент. Сделайте этот акцент еще раз. Не бойтесь приходить в МОЗЖИЛ-инспекцию, не бойтесь задавать ваши вопросы. Вы можете, во-первых, на сайте МОЗЖИЛ-инспекции посмотреть перечень работ, которые можно, которые нельзя категорически делать. Вы можете прийти к специалистам, к инспекторам в МОЗЖИЛ-инспекции и не представляться, из какой конкретно вы квартиры. Но, тем не менее, если боитесь сами на себя донести, но, тем не менее, также проконсультироваться у них по поводу тех перепланировок, которые вы планируете, или, возможно, которые вы уже произвели. Я напоминаю, что у меня в студии был Илья Смагин, начальник инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по Северному административному округу города Москвы. Каждый четверг в 11.00 форму права.